Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вопрос, как обычно, сразу. Вопрос следующий. Макрон ездил в Китай для того, чтобы выполнить задания Соединённых Штатов Америки исключительно. 8495-134-2735. Другой вариант. Ездил, чтобы выполнить задания Соединённых Штатов Америки, но добавил к нему какие-то свои детали. 8495-134-2736. И, наконец, вариант третий. Ездил исключительно по своим надобностям, то есть французским. 8495-134-2737. Ещё раз. 134-21-35. Это только американские интересы. 134-21-36 и американские, и свои. 134-27-37 чисто свои. Теперь я попытаюсь немножко объяснить, почему эта тема меня сейчас волнует. Хотя, казалось бы, тут рубль упал резко. И вообще, как бы, стране может быть что-то происходит. Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Значит, дело в том, что всегда есть некоторые периоды, которые длятся иногда несколько дней, иногда несколько недель, иногда и несколько месяцев, когда какая-то задача явно превалирует над всеми остальными. Вот её надо решать любой ценой. Всё остальное можно отложить. Значит, сегодня таковой задачей является решение вопроса, связанных с тем, как перестраивается мир в связи с визитом Си в Россию. И это принципиально важная вещь, которую откладывать нельзя. Обращаю ваше внимание, у нас колоссальное количество стран начали говорить, что они переходят в юань. Франция стала покупать жужженый газ в Китай и расплачиваться юанями. Бразилия перешла на юань в взаимной торговле. Саудовская Аравия. Ну и так далее. В этой ситуации Соединённые Штаты Америки начали сильно волноваться. Кстати, это одна из причин, по которой я и спрашивал про американское влияние. То есть, должен был побежать Макрон в Пекин, чтобы высказать американскую позицию. А ключевой момент, обращаю внимание, писали в СМИ, что ключевой момент Макрон должен был сказать себе, чтобы он не слишком сильно дружил с Россией. Почему? Тоже понятно. Потому, что дружба с Россией, обращаю ваше внимание, на принципиально важные вещи. Это не дружба в американском стиле, когда одна из сторон что-то говорит, а другая отвечает так точно. Нет. Это немножко другое. Это как раз восстановление сложной модели взаимодействия крупных держав в ситуации многополярного мира. Пока ещё этой модели нет. Уж та модель, которая была в 19-м, начале 20-го века, она прочно забыта, да и ситуация была другая. А сегодня её ещё нет. А теперь по поводу Соединённых Штатов Америки. Соединённые Штаты Америки начали доминировать в мире не просто так. У них был ресурс. Они предлагали инвестиции. Да, эти инвестиции были на эмиссионные деньги, но они были. Теперь вопрос. А что делать сейчас, когда эти эмиссионные деньги больше не могут обеспечить развитие? Да, разумеется, за то время, что Соединённые Штаты Америки контролировали многие страны мира, они там посадили свои абсолютно продажные элиты. Мы это видим на примере Германии, руководство которой сливает свою страну просто вот в унитаз. Почему оно это делает? А потому что, соответственно, оно находится под полным контролем Соединённых Штатов Америки. Теоретически Макрон тоже должен так себя вести. Может быть, он так себя и ведёт. Я не настолько хорошо его знаю. Но тут возможны варианты. У Франции чуть-чуть больше ресурсов. Продолжаем дальше. В этой ситуации Соединённые Штаты Америки должны как-то отвечать на визит Си. Отвечать, поскольку в Соединённых Штатах Америки идёт совершенно страшная схватка между двумя группировками. Одна из которых пытается сохранить доминирование доллара. Это вот те люди, которые стоят за Байденом. А другая собирается переходить к концепции индустриализации АУКОСа. То есть, готова согласиться на описанную в книжке 20-летней давности «Закат империи доллара. Концепцию распада мира на валютные зоны». И делать свою валютную зону долларовую в виде АУКОСа. При этом, как бы, занимаясь, конечно, ослаблением конкурентов. Один из конкурентов, кстати, тот самый Евросоюз. А второй – Китай. Но, тем не менее, для того, чтобы реализовать эту концепцию, много откуда нужно уйти с Соединёнными Штатами Америки. Прежде всего, нужно закрыть Евросоюз. Так вот, эта схватка, в которой команда Байдена должна пытаться любой ценой сохранить мировую долларовую систему. То есть, угомонить Китай. А альтернативная команда должна не угомонить Китай. Она понимает, что это невозможно. Она будет пытаться Китай ограничить. И по этой причине у меня... Вот теперь мы останавливаем голосование и смотрим на результат. Результат у нас такой. За то, что Макрон поехал по заданию США 13%. За то, что он поехал по своим интересам 23%. А вот 64%, считай, 2 трети, считают, что он и нашим, и вашим. Вот у меня я склонен согласиться с этой позицией. Вот почему. Потому что Макрон, с одной стороны, находится под контролем вот той самой мировой финансовой элиты, которая стоит за Байден. С другой стороны, он видит, что в Соединенных Штатах Америки происходят существенные изменения. И не исключено, что эти изменения приведут к тому, что придут к власти совершенно другие элитные группировки. Причем это произойдет до того, как будут выборы в Соединенных Штатах... Как будут выборы во Франции. Я уж не знаю, имеет ли право Макрон баллотироваться. Но он как бы тоже не совсем один. Вокруг него довольно большая команда. И он еще относительно молод для того, чтобы думать о своем будущем. И по этой причине, скорее всего, он будет очень активно что-то делать. А что он будет делать и как, это вопрос отдельный. Мне пока это не очевидно. Но он должен показать некоторую свою самость. Вопрос, есть ли у него ресурс, которым он может показать силу. Ответ, есть. Это доступ на рынки Евросоюза. Вот здесь принципиальная вещь. Это СИ, который обсуждал эту тему с Путиным, понимает, что у Евросоюза, скорее всего, скоро рынков не будет. Это с одной стороны. С другой стороны, если уровень жизни европейцев будет падать, то на первом этапе они вполне смогут, отказавшись от дорогих немецких товаров, перейти на относительно более дешевые китайские. Кстати, как это произошло в Соединенных Штатах Америки. Да, этот период будет недолгим. Он будет длиться, ну, пускай 2-3 года. Но для США, для Китая, который сейчас вступает в конфронтацию с Соединенными Штатами Америки, 2-3 года – это неплохо. И вот представим себе, что приезжает Макрон к СИ и говорит ему некоторые слова о том, что вот надо бы с Россией не дружить. Ну, хорошо. СИ его игнорирует. И он, вернувшись и позвонив Байдену, скажет, СИ меня игнорирует. А для того, чтобы это звучало более убедительно, он с собой взял эту фундерляйниху, с которой вообще поступили, мягко говоря, ну, как бы жестко. Вот. Ну, и хорошо. И слава Богу. Теперь вопрос. А дальше может ли он предъявить что-то? Да. Он говорит, что вот так, товарищ Си, смотри. Если ты там нас поддержишь туда-сюда, то мы готовы объявить то-то, то-то, то-то. И он предлагает сделать вещь, которая Соединенные Штаты Америки байденовские не устраивает категорически. А именно объявить о том, что у стран, имеющих его, должно находиться на национальных территориях. Это говорится для того, чтобы Россия не выдвинула свое... Я Белоруссию. Они очень этого боятся. Ну, еще и потому, что кто сказал, что Белоруссия последний союзник Россию в Евросоюзе. Не исключено, что через пару-тройку лет этих союзников станет существенно больше. И это Макрон тоже понимает. Но самое главное, это удар по Соединенным Штатам Америки, который держит ядерное оружие, как минимум, в Германии. Да, и в Великобритании не член Евросоюза, но если будет принято международное соглашение о национальных территориях, то США должны будут из Великобритании свое оружие убрать. Там останется только Британская. Вопрос. Понравится это Соединенным Штатам Америки? Байдену, безусловно, нет. А вот, соответственно, национальным элитам Соединенных Штатов Америки, которые будут работать в масштабе AUKUS, это их вполне может устроить. Потому что они будут держать на территории своих... Да, в Юго-Восточной Азии там будут проблемы, но на островах Юго-Восточной Азии там режимы, которые с Соединенными Штатами Америки очень близки, ассоциированы. И, в общем, короче говоря, тут есть разные варианты. В Японии еще есть. Вот. И вот в этой ситуации не исключено, что, собственно, вот эти вот национально ориентированные силы, их можно назвать условно на сегодня трампистами, но только условно. Просто после всей этой истории с арестом Трамп вырвался в лидер очень сильный. И в этой ситуации Макрон начинает активно выигрывать. То есть, мы опять сталкиваемся с той же самой ситуацией, которая была при анализе Соединенных Штатов Америки и Великобритании. В России есть разные силы. И анализируя политику Соединенных Штатов Америки или Великобритании сегодня, нужно обязательно разбираться, кого представляет тот конкретный политик, который там совершил то или иное действие, и какие силы за ним стоят. Потому что интересы этих сил совершенно разные. И вот в данном конкретном случае я не исключаю, что Макрон, который, вообще говоря, появился как представитель именно банкиров западного глобального проекта, то есть, тех же сил, которые стоят за байтом, он, тем не менее, оспособившись за много лет нахождение на посту президента, начал очень осторожно и очень аккуратно пытаться играться в собственные игры. Да, разумеется, он при этом лишается поддержки банкиров, хотя кто знает, потому что у банкиров нет возможности его быстро заменить. За одним исключением, если вдруг не усилятся вот эти вот геврации. А может быть, Макрон понял, что беспорядки уже начались, и они будут усиливаться. Усиливаться они будут, например, из-за того, что в конце апреля к ним подключатся по всей Западной Европе. Будет развален Евросоюз. И Макрон, соответственно, побежал к тем, кто этих конвалирует, то есть, национально ориентированным силам Великобритании и Соединенных Штатов Америки с воплями, ребята, я ваш, я буржуинский. Меня послал Байден и компания в Пекин, но я готов ваши интересы там отражать. И тогда получается еще более интересная картинка, что он туда поехал как представитель одной элитной группы Соединенных Штатов Америки, а в реальности выполнял задачи для другой элитной группы. Я понимаю, что все это выглядит крайне запутанно и крайне сложно, но тут никуда не денешься. Дело в том, что всегда хорошо, когда есть белые и черные. А вот теперь представьте себе, что у вас на доске стоят фигуры не двух цветов, вот как в шахматах, белые и черные, или в шашках, а пяти разных цветов. И при этом за каждым из них свой игрок, причем еще что характерно, эти пять цветов, они появляются уже в процессе игры. За каждым из цветов стоит свой игрок, и эти игроки могут между собой договариваться о коалициях. То есть, грубо говоря, раньше играли белые против черных, а теперь играют все против всех, но неожиданно желтые с красными договорились против зеленых. И бац, и выиграли. Потому что у зеленых сил больше, чем у желтых и у красных, но вместе у них больше. Вот это вот та картинка, с которой мы сегодня сталкиваемся. И именно по этой причине сегодня это куда важнее, чем все эти вот игрища с опусканием рубля. Потому что с опусканием рубля, в общем, что-то можно сделать потом. Хотя это бьет по российской экономике. Потому что это высокоинфляция, это падение уровня жизни населения. Ну, собственно, я-то про это уже сказал о том, что я не исключаю, что ключевая цель девальвации рубля – это внедрение населению мысль, что уровень жизни сейчас будет быстро падать. У нас же нет импортозамещения. У нас есть только импорт. Импорт растет в цене, когда рубль падает. То есть, иными словами, падает уровень жизни населения, потому что растут цены. И в этой ситуации у нас очень сильно выигрывают те силы, которые очень хотят скинуть. Я не исключаю вполне, что целью всего этого безобразия является усиление социальной напряженности с целью скинуть по тем, что товарищ Байден об этом чуть ли не открытым текстом говорит, а его эксперты так просто говорят об этом открытым текстом. А, соответственно, люди, которые у нас отвечают за все эти безобразия, то есть Центробанк и Минфин, это как раз лепшие друзья банкиров. Вот такая вот как раз замечательная картинка. Я не исключаю, что дело тут в другом, а просто какие-то конкретные ребята решили конкретно подзаработать. Я такое не исключаю тоже. Но предположить, что Соединенные Штаты Америки это не отслеживают, их спецслужбы, я не могу. Ну, потому что мы все знаем, что Соединенные Штаты Америки знают все, что у нас происходит просто потому, что их идейные сторонники занимают массу высоких позиций в Центробанке, и в Минфине, и в Министерстве обороны, и в правительстве. И поэтому они знают все в режиме реального времени. И поэтому, как только они получили информацию о том, что у нас тут ребята решили подзаработать, они им тут же сказали, о, ребята, подзаработайте, а заодно еще тут вот мы тут сейчас разыграем. Вот такая у меня получается картинка. Но, тем не менее, вот эта ситуация, рубль можно вернуть назад, условно говоря, через неделю, через две. Я не исключаю, что он уже на этой неделе начнет расти снова, ну, потому что перебор. Но, что делать с вот этим раскладом общимировым? Вот он формируется вот сейчас. То есть, грубо говоря, все, кто сейчас перебежит по итогам встречи в Москве, те будут не то чтобы наши, но уже как бы точно выйдут из-под американского влияния. Ну, банкирского, байденского. Чем больше мы их возьмем, тем как бы на следующем раунде у нас будет более сильная оппозиция. Поэтому это для нас сейчас важнее всего. К сожалению, у нас еще и МИД сформирован в 90-е и 2000-е годы, и поэтому качество нашего дипломатического аппарата крайне низкое. Я это вижу по своим, ну, я не могу сказать, что проектам, идеям. Да, я как бы высказываю разные идеи разным людям. Я прекрасно понимаю, что в тех же Соединенных Штатах Америки это бы вызвало, ну, просто бы бурный ажиотаж. Да, все бы побежали, побежали, тут же как бы были бы даны команды посольства, тут же бы там зазвонили телефон, началась бы движуха. А у нас ничего не происходит. Я спрашиваю, а вот как бы, ну, что ты, ну, это надо, чтобы кто-то написал докладную записку, чтобы эта докладная записка в нынешней самотухе дошла до министра, министр соберет совещание, на совещание либеральная агентура начнет говорить, что это все чушь собачья, что этого делать нельзя, что пользы от этого никакой, а денег много. Ну, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Ну, и, соответственно, когда-нибудь, может быть, что-нибудь произойдет. А действовать сейчас нужно быстро, потому что сейчас у нас вот как бы время собирать камни вот по итогам встречи в Москве, потому что на Западе все поняли, что визит Си в Москву – это радикальные изменения картины мира. Обращаю внимание, они все время транслируют две мысли, ну, как бы разными людьми, поскольку они друг другу противоречат. Первая мысль, что Си совсем не так силен, как кажется, что во многом правда с экономикой у Китая сложная. А с другой стороны, что Си подмял под себя Россию намертво для того, чтобы российские патриоты агрессивно сопротивлялись взаимодействию с Китаем. И это просто неправда. Я про это много рассказывал. Но мы-то должны действовать, мы должны альтернативные предлагать концепты, а их нету вообще. Ну, кто этим занимается? Не, я понимаю, что я могу там что-то излагать, но я частное лицо, не имеющее никакого отношения ни к чему. По формальному обстоятельству. У меня есть две, два инструмента. Я могу рассказывать о том, как мне кажется, как все устроено. И как бы смысл визиты Си в Москву, как мне кажется, вот именно тот вариант, который я изложил, был принят. Потому что внутри страны вопли после этого сильно упали. Во-вторых, я могу рассказывать, что на самом деле происходит в экономике. Кстати, уважаемые слушатели, а вы подписаны на обзоры фонда Хазина? Я ведь там много чего излагаю и объясняю, как оно устроено. Но еще раз повторяю, я частное лицо. Чем занимается наша государственная структура? А ничего. Ну, или непонятно чем. А ситуация очень любопытная. Через какое-то время, я думаю, к концу апреля начнется следующий раунд. Так что вот такая вот любопытная картинка. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Лендич. Виктор Михайлович из Домодедова. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Скажите, пожалуйста, вот услышал я информацию такую, что 70% американцев считает, что процесс, начатый против Трампа, незаконный и несправедливый. То есть, ну, сделав некоторую поправку, можно считать, что очень большое количество американцев поддерживают Трампа и будут поддерживать его в выборной гонке. Но, с другой стороны, значит, Трамп глубинным государством считается аномальным явлением, так сказать, дефектом. Так вот, вопрос состоит в том, что хватит ли Трампу поддержки населения и иных сил, которые стоят за ним, для того, чтобы переизбраться на второй срок. Ну, тут я бы сказал так, что в реальности вот эти 70%, они далеко не все поддерживают Трампа. Они считают, что так нельзя, что это противоречит, как бы, логике государства и интересам государства. Но при этом они считают, что Трамп имеет право баллотироваться. Но сами при этом, грубо говоря, они исходят тут из соображений справедливости. Но сами они при этом могут захотеть голосовать за кого угодно. Так что я бы не стал вот так вот упрощать. Не исключено, что половина этих людей совершенно не собирается голосовать за Трампа. Следующий вопрос. Алло. Алло, здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. Да. У меня к вам такой вопрос. Возможно ли создание государственной системы в России, позволяющей обеспечить всем гражданам нормальный уровень потребления? Ну, то есть уровень потребления в соответствии с научно обоснованными гигиеническими нормами, разработанными Академией медицинских наук СССР. В том числе с использованием методов эффективного гуманизма и немонетарными методами. Метод эффективного гуманизма в данном случае применять надо к чиновникам. То есть как только они начинают воровать или еще чего-то, их надо или сажать, или бить палкой по голове. А вот, соответственно, можно ли, теоретически можно, практически это, конечно, будет большая проблема по нынешним ситуациям. Потому что те, кому дали власть в конце 80-х, начало 90-х, они, конечно же, ее так просто не отдадут. Ну, собственно, мы это видим, как они дерутся, как львы, для того, чтобы, значит, не допустить изменений экономической модели. Вот я бы сказал так. Следующий вопрос. Алло. Добрый день. Меня Константин зовут. У меня такой вопрос. Почему Китай боится открыто выступить на стороне России? Я не очень понял. Ну, какие основные причины, почему Китай боится как-то открыто войти в коалицию с нами? Я не понял. А зачем Китай входить с нами в коалицию? Вот, понимаете, логика... Вот это вот вещь, которую многие не понимают. Китай в данном случае, как, впрочем, Россия, действует не в рамках логики 90-х, 2000-х, где можно было быть либо с Соединенными Штатами Америки, либо против Соединенных Штатов Америки. И тогда, если я против и вы против, то мы с вами объединяемся против. И Китай, и Россия сегодня говорят так. Мы переходим в многополярную систему, где несколько центров силы. И где отдельные участники могут по отдельным вопросам договариваться. Вот сегодня мы договариваемся по поводу того, как устраивать финансовую систему, не долларовую, за пределами Соединенных Штатов Америки. Мы не навязываем, мы не заставляем Соединенные Штаты Америки переходить на юань или на рубль. Но для себя мы решаем. Мы сейчас постепенно будем избавляться от долларов. Вот и все. То есть, я проблем-то не вижу никаких. Это другая модель. Понимаете? Другая. Вот так вот. Так что я тут как бы не понимаю, почему Китай должен громко и вслух объявлять, что он нас поддерживает. А если мы начнем что-нибудь делать, что Китаю не понравится? Ну, например, мы считаем, что Казахстан это наша зона влияния. Или, скажем, Трукмения. А Китай вполне всерьез ее рассматривает уже как свою. Мы 30 лет ушами хлопали. Ну, вот, соответственно. Так что тут целая куча разных есть тонкостей. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я, говорит, Москва позвонился? Да, да. Задавайте ваш вопрос. Только скажите, откуда вы, как вас зовут? Алексей. Город Москва. Да. Михаил Леонидович, да, я правильно понял? Да, да, слушаю. Михаил Леонидович, вот вы написали прекрасный учебник по политологии. Я не занимаюсь политологией. Ну, странно. Я думал, это единственный учебник, который нужно почитать. Нет, это книга по теории власти. К политологии это не имеет вообще никакого отношения. А политология ведь занимается политической властью. Ничего подобного. Политология занимается для каждой страны исследованием тех политических сил, которые в ней находятся. Наша книга к конкретным политическим силам в конкретных странах не имеет вообще никакого отношения. Это принципиально важная вещь. Потому что у нас в стране слово политолог стало синонимом слова болтун. То есть политолог это человек, который может свободно болтать на любую тему. Я, во-первых, говорю только по тем темам, в которых я разбираюсь, а их не так много. Во-вторых, я при этом совершенно не хочу залезать на тему реальных политологов, которые, безусловно, существуют. Но я к ним отношений не имею. Я политологией как наука не занимаюсь. Но вы так и не задали свой вопрос. Алло. Ну, значит, мы переходим к следующему вопросу. Михаил, день добрый. Алла, город Москва. Слушаю вас. Михаил Леонидович, будьте добры. Поскольку вы у меня в авторитете, я вам доверяю. Скажите, пожалуйста, вероятность дефолта и что сделать, если есть миллион, который покоя не дает, что называется. Оставить его как есть, ничего с ним не делать или куда-то умно вложить. Большое вам спасибо. Я не очень понимаю, откуда может взяться дефолт, в смысле рублевый. А что касается, куда вложить, то тут очень важная штука. Я много лет сталкиваюсь с людьми, причем иногда их очень много, которые меня спрашивают, что делать со своими сбережениями. Я даже одно время пытался читать лекцию, как можно сберечь свои накопления. Я понял, что читать лекции нельзя. Потому что каждый человек понимает то, что я говорю, в меру своего понимания мира. И очень часто это понимание совсем не то, которое вкладываю я. В результате они на основании моих слов делают какие-то совершенно идиотские выводы, а потом начинают мне предъявлять претензии, типа вы же говорили. По этой причине я уже давно советы по индивидуальному инвестированию даю только индивидуальные. То есть, если ко мне приходит человек и говорит Михаил Леонидович, как мне быть? Я с ним долго разговариваю и на основании того понимания, которое у меня возникает от его опыта, от его знаний, его опыт и знания позволяют мне делать какие-то выводы о том, как он поймет то, что я ему говорю. А на основании, соответственно, тех задач, которые он ставит. Ну, условно говоря, человек может пытаться сохранить сбережения, чтобы можно было в любую минуту им воспользоваться. А может говорить, я хочу их отложить на 15 лет, чтобы они лежали и еще о них не думать. Но чтобы они при этом не пропали. Это совершенно разные стратегии. И только тогда можно что-то посоветовать. Вот такая вот у меня картинка. Поэтому я, к сожалению, я вот так вот вам дать ответ не могу. Аналогично нужно прокомментировать фразу «вот вы у меня в авторитете». Я всегда объясняю, что есть вещи, в которых я разбираюсь, а есть, в которых я не разбираюсь. Вот тех, в которых я разбираюсь, я готов комментировать, что-то говорить, еще чего-то. Когда же мне там звонят журналисты или даже телевизионщики говорят, «Ой, Михаил Леонидович, а вот у нас тут вот такая вот тема, не придете ли вы к нам поговорить?» Или не дадите ли вы комментарии. Я говорю, я не буду давать. Я в этом ничего не понимаю. Почему я? Они говорят, ну вот, а вас как бы вы привлекаете посещаемость ресурсов. Если вы хотите, чтобы я привлекал, я имею в виду журналистов, чтобы я поднимал посещаемость ресурса, платите деньги. Вот обращайтесь в фонд Хазина, вам там все объяснят. А заниматься, соответственно, разговорами на пустые темы. Знаете, у нас в последнее время еще появилось невероятное количество таких вот очень смешных персонажей, которые готовы на любую тему поговорить часами. Вот. И вот они как бы пишут, пишут, пишут. И я вот этого не понимаю. И ни в коем случае не хочу даже близко с ними ассоциироваться. Вот. Это как бы вещь неприятная. Вот. Вот так вот. Следующий вопрос. Алло. Михаил Леонидович, добрый день. Юрий, Подмосковье. Подскажите, пожалуйста, Михаил Леонидович, вот поспорил рядом с своих товарищей на деньги о том, что в ближайшее время будет разделение на валютные зоны. Ну вот по всем сигналам, которые происходят, там, Бразилия свою вроде как там зону хочет организовать и так далее. Получается, что товарищи усмехаются, говорят, ну, фактически же еще ничего не случилось. В общем, мой вопрос следующий. Какими железобетонными факторами можно вот в споре аргументировать, сказать, все, друг, значит, это случилось, это факт, они проигранные деньги. Спасибо большое. Вы знаете, я, соответственно, очень аккуратно отношусь и стараюсь не спорить на деньги по банальной причине. Потому что, ну, как бы в тех вещах, в которых я ничего не понимаю, спорить бессмысленно. А в тех, в которых я понимаю, когда ты споришь на деньги, у тебя сразу появляется интерес, и ты начинаешь подгонять факты. А это тоже неправильно, потому что надо смотреть на жизнь трезво. Так что я бы сказал так, что доказательств нету и быть не может. Вот. И, в общем, я бы сказал так, что вы должны были изначально написать некоторый набор критериев. Потому что с точки зрения здравого смысла все уже произошло. Ну, собственно, произошло все еще в 2008 году. Почему? Потому что вся мировая долларовая система была построена на экономическом механизме. Ну, грубо говоря, на позитивном эффекте для экономики от перераспределения эмиссионных долларов. С 2008 года позитивного эффекта уже не было. Была имитация позитивного эффекта, когда вам показывали рост, но это был рост номинальный, при том, что в реальности был уже спад. Вот тут действительно сложно. Сегодня спад уже явный. И по этой причине вопрос о переходе, он как бы абсолютно очевиден. Экономикам нужны инвестиции, долларовых инвестиций нету, поэтому сейчас пойдут инвестиции в региональных валютах. Но вот оформление валютных зон – это штука более сложная, потому что нужно смотреть, как это будет происходить. Поэтому я бы сказал так, что если у вас нет четких формулировок до спора, что это такое, то это, в общем, дело достаточно сложное. Может оказаться так, что ваши товарищи с вами никогда не согласятся и денег не дадут. Одно очевидно, что вы уже им точно ничего не должны, но поскольку уже очевидно, что долларовая зона сыпется. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Иванович. Это Геннадий, Москва. Знаете, меня тут в выходные озадачил диалог Мордана с Царевым. Вот согласитесь ли вы, что, первое, мы должны поблагодарить фрау Меркель за ее признание офиги в кармане при подписании Минска. Могла ведь и промолчать. Вот и второе. Вот я, будучи начать быть украинцем, ну, Черниговщина, могу сказать, что Минск был нужен прежде всего нам. Вот у системного украинца с хуторской традицией хозяйства нельзя ничего забирать, что в Европе, ну, и, конечно, окруженных трусах. Что скажете? Ну, понимаете, специфика мышления хуторского, какого такого классического, она вообще достаточно специфическая. Когда у него забирают что-то, что он, ну, хотя бы отдаленно считает своим, все, он вас начинает люто не вообще отдавать не может. Вот. Вот, поэтому ненависть вот этого общего украинства из 2014 года была дикой. Ну, типа, вы отжали наше... Оно лежало у нас тут в сарайке, а вы пришли и отжали. Вы нехорошие. Вот. Объяснить им, что они испортили сами за себе жизнь без всякой нашей помощи, абсолютно невозможно. Невозможно. Вот. Объяснить им, что они как бы занялись... Это мой двор, мой хутор. Я что на нем хочу, то и делаю. Вот я решил отрубить головы всем черным курицам. Я отрубил. То есть, у них настолько искажено мироощущение. Другое дело, что при этом с таким мироощущением создать не то, что державу, а даже более-менее разумное государство невозможно. Они же разрушили все инфраструктуры. Ну, как? Ну, смотрите. Для того, чтобы существовала нормально работающая инфраструктурная система, в нее нужно вкладывать. А зачем вкладывать, когда можно своровать и утащить по себе на хутор? Ну, соответственно, в результате ничего практически... То есть, нет, ну, конечно, что-то как-то прорывалось, еще чего-то. Но, в общем, сложности. Все было очень хило. Сколько они мостов через Днепр построили за 30 лет независимости? Один? Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, это, в общем, история грустная. Грустная. Вот. Они даже не научились как бы воровать, завышая сметы. То есть, они воруют деньги, которые выделены, без которых ничего невозможно построить. В общем, это такой тяжелый случай. Типичный пример, точки зрения понимания 18-19 века, нация должна иметь возможность выстроить государство. У них не получается выстроить государство. Ровно вот по упомянутой причине. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Николай, Москва. У меня вопрос такой, в общем, правительство наше регулярно обесценивает рубль. Вот очередной раз в пятницу нам всем понизили зарплату на 30% и обесценили наше накопление в рублях, соответственно, те, которые уже были выплачены налоги. Вот. У меня вопрос такой. Они вообще бесстрашные. То есть, вот, строя какую-то зону рублевую, пропагандируя, что деньги нужно в рублей держать, вот, есть же куча нерезидентов. Сейчас то, что происходит там во всяких пабликах узбекских и киргизских, то есть, где там мигранты обсуждают, как вот дальше жить с таким рублем, это вот сегодня первый раз. Они неужели не понимают вред репутационной вообще таких действий, то есть, резких и минус-качкообразных таких даже обвалов, то есть, при том, что даже логика, можно ее признать понятной. Так, мы же уже это обсуждали. Логика создания рублевой валютной зоны – это логика национальных интересов России. Ну, если угодно, Путина и компания, там, если угодно, моя логика. Ну, там, много таких, да. Логика того, что мы сырьевой предаток Запада – это логика, там, Набиулина и Силуанова и так далее. Они получили команду валить. Это в СМИ написано в западных открытых. Девальвация рубля – это, соответственно, понижение авторитета Путина в глазах и российских граждан, которые потеряли, и, соответственно, гастарбайтеров, которые тут работают, и наших партнеров потенциальных по евразийской валютной зоне, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, это целенаправленное в России снижение авторитета нашей страны. Они это целенаправленно делают. Ну, то есть, они-то считают, что это мы враги. Мы вели Россию в цивилизованный мир. Ну, вот посмотрите, да, все вот эти вот, которые уехали за последние годы с небольшим, они же все транслируют одну и ту же мысль. Что Россия в кои-то веки, в 90-е годы пыталась двинуться в направлении цивилизации, а теперь пришли эти вот страшные, ужасные. И, соответственно, все ломают, все портят и так далее. Мы говорим, ребята, ваша цивилизация рушится. Они говорят, что за бред? Ну, что вы несете чушь? Это же либерализм. Это высшая форма существования человечества. Ну, вот. И у этой дискуссии нет нормального выхода. То есть, надо отдавать себя, что то, что происходит, это результат действия врагов, которые отказываются менять экономическую политику, потому что в этом случае они ослабляют свои позиции. То есть, отказаться от либеральной политики и перейти к экономическому росту – нет. А вот, соответственно, девальвировать рубль, чтобы создать неприятности людям – это да. Ну, вот они так и действуют. А объяснить им, что экономический спад продолжается, ну, вот я уже еще раз, я уже спрашиваю. Те, кто подписан на обзоры фонда Хазина, те, соответственно, вот причитали в субботу утром результаты предыдущей недели. Результаты мрачненькие. Но это надо смотреть. Я понимаю, что многим смотреть не хочется, а хочется узнать результат. Ну, результат такой, кризис продолжается. Но объяснить вот этим невозможно, потому что либерасты, они и есть либерасты. Ну, вот о чем думала эта девица, которая татарского. В общем, следите за тем, что в реальности происходит. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.